Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать про такой метод как озонирование крови, его плюсы и минусы спрашивают. Здесь я должен начать с того, что сам по себе озон, озон это вещество, которое образуется при электрическом воздействии на воздух, вернее на кислород, то есть при разрядах молний, озон образуется в большом количестве и такая свежесть как бы в воздухе появляется. Эта молекула называется О3, нестабильная молекула, она быстро распадается на молекулу. О2 это кислород и активную форму кислорода, просто О такой радикал, окислитель очень мощный. Разные источники по разному оценивают, но вообще озон в больших концентрациях, он конечно токсичное вещество и соответственно такой активный очень окислитель и для организма он в больших концентрациях не приносит пользы, а приносит только вред. В малых концентрациях, как при озонировании, там берут кровь из вены, ее озонируют микро-микро дозами озона и обратно в организм вводят. Ну тоже польза спорная, то есть мне кажется, что больше польза от плазмофереза. Это тоже процедура по очищению крови такая, экстракорпоральному, чем от озонирования. Поэтому я эту процедуру никогда не рекомендую, если уж кому-то рекомендую, то плазмоферез лучше сделать, если уж это необходимо клинически, там организм сам не справляется с интоксикацией. Но это тоже редко очень я делаю, там в крайних случаях клинических, это когда человек под моим наблюдением находится. Озонирование я не рекомендую никогда, потому что я не понимаю, когда озон, насыщение озоном крови в гомеопатических дозах, может быть, и принесет какую-то пользу, когда человек находится на этой процедуре. Но риски от выполнения этой процедуры, то есть это же иголка в вене, процедура длительная достаточно. Риски есть того, что начнется реакция организма, то есть начнется повышенный процесс тромбообразования. Есть риск занести инфекцию, тем более, когда это курсами рекомендуют делать. То есть я не то чтобы противник, я просто не вижу никакого смысла. То есть польза минимальная от этой процедуры, она вся перекрывается рисками во время выполнения этой процедуры. Единственная такая вот народная рекомендация по поводу озона, это, конечно, есть приборы-озонаторы, которые воздух озонируют. Вот это полезная вещь, потому что воздух достаточно бывает загрязненный в помещениях, а озон способствует очищению от всевозможных биологически активных компонентов воздуха, окисляя их. То есть он очищает воздух в буквальном смысле этого слова. Вот по поводу этого, да, я согласен. Вы представьте свои ощущения, там прогулка по лесу после грозы, там много озона, это очень организм воспринимает хорошо. Но, конечно, не напрямую кровь озонировать. Опасность перекрывает возможную, не конкретную, а возможную, какую-то небольшую пользу. Вот именно это я сегодня хотел рассказать. С вами был доктор Шишунин. Будьте здоровы! Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишунина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишунина. Видеофильмы доктора Шишунина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует...